Это купленное там где-то. Я не хочу, думаю, собаки, чтобы кошка. Это невозможно там было. Там болото. Он наполовину уходил. Сейчас, не перебивай. Я же говорю, зачем перебиваешь-то? Ну, прости, но надо дать полиснение. Я прощаю еще раз нарушение и выведу из зала. Это не годится. Так, у него нет друзей. Он приехал сюда, когда спросили, зачем? Специально для того, чтобы быть рядом с Лапкиным Игнатьем. Специально. Прожил жизнь, и у него качество, он, как называют, украинец. Ну, называют хохол. До совершенства, доведенное упрямство. Знания его огромные. Про любого артиста все расскажут, где, когда родился, на ком, сколько раз женился. Но никогда никому не подчиняется. И в замедленном темпе все. Вот он решил, все. Вот он к нам выходил молиться. Петь, нужно надеть поясок. Пояс надеть? Никогда. Не в жизнь. И все, без пояса. Он один остался. Он себе обрек. Он избрал этот путь. Его никто не может оттуда вытащить. Вот поэтому он в таком положении находится. Это его путь. Он избрал его. И по сегодняшний день так же. Я бы мог его пригласить. Это невозможно. Сказал, без собака. Без собаки. То есть он никуда не двигается. Зачем тебе эта собака? Однажды он приводит ко мне человека. И говорит, этот человек нуждается в помощи. Вы ему не окажете. А этот человек этот хороший. Ни слова не говоря, ко мне его привел. Ко мне сюда. Что дальше делается? Заходит в комнату. У меня коврик маленький. И с него нельзя слазить. Это улица. Если сходишь дальше, нужно разуться. А тот человек заходит и вперед. Я его подвел назад. Говорю, у нас тут туберкулезный город. И обувь. Мы босиком дальше ходим-то. А здесь нельзя. Этот человек как на меня. Ты что меня учишь? Кто ты такой? Это ко мне первый день зашел. Ты что, старик? Ты что делаешь со мной? Я говорю, ты кого привел-то ко мне? Ну-ка быстренько входите на улицу. За ограду, за ограду. И все. Вот таких приводят, такие твои друзья. У меня таких нет друзей. Я сам люблю слушаться и прошу тоже. Но сначала, прежде чем меня слушаться, ты скажи, у меня есть лучший вариант. Я буду тебя слушаться. Но у тебя ничего нет. Я говорю, шторки должны быть закрыты. Другой вариант, должны быть открыты. Вариант-то только два со шторками. Да какой вариант лучше? Закрытые шторки. Мы здесь находимся 13 лет и окна целые. Открытые будут? Еще не будет. Тут рядом соседи, и все это разграблено. И такое дело мы знаем. Любое дело мы выносим на обсуждение. И это в епископе уже знают. И говорят, вот отец таким встретился в ладиках, и он ничего не решает. Он не решает. Игнатий, он ничего не решает. А тут же епископ говорит. Решает собрание. Вот это настоящий Новгород. Новгородская вещь. Самое маленькое мы выносим на обсуждение, а потом на молитву, а потом, что Бог положит на сердце. Бог. Мы не верим, что Бог не отвечал такому множеству людей. Так, еще вопросы? Хорошо. Про того священника сказать, который потерпел эту аварию. А я ничего не знаю. Еще ладно. Говори. Я хочу попросить помолиться. У меня по работе выхода нет. Или мне увольняться, или без содержания брать, потому что у меня нет учебы. Учеба закончилась много лет назад. Знаете, я два декрета отсидела, поэтому... И завтра у меня просто заведующая идет к главному, чтобы меня здесь проучили, но уже платно. Либо мне нужно будет ждать учебу, ее второй год откладывают. Когда она будет? Осенью или в следующем году. То есть надо, не надо, помолитесь, чтобы мне получить этот сертификат, чтобы я продолжала считаться врачом еще. Понимаете, что она закончила местный университет с красным дипломом. Но тут разные события, получилось так, у врачей вот это не терпит, чтобы без практики быть, это заново пересдача. Так что понимаем, сестра нуждается в помощи. Молитие дай помощь. Молитие дай помощь. Спасибо, Христос. Никогда не проходите со своей нуждой мимо. Мы все примем и все на молитве выставим. Давай. Вот, нету Раиса Николаевна, звонила Татьяна, про этого Сергея, это вот вы говорите, священника. Да. Вот, он, значит, приехал туда, и Татьяна говорит, Татьяна теперь на клиросе поет. Какая Татьяна? Истогола. Истогола, Истогола. А, 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 он прочищается там. Вот, вот, понял, понял. Татьяна Павловна, Татьяна Павловна. Да, да, да. Вот, она что про этого отца Сергея говорит? Он каждую службу делает проповеди. И она прям заплакала и говорит, я так рада, и просила помолиться всем, чтобы у него дальше так шло. Потому что вся церковь, какая там церковь, ты знаешь, да? Маленькая церковь, и полностью половина села ходит в эту церковь. Даже бывает... Церковь не такая уж маленькая, она больше в два раза, чем в наш дом. Да? Но это маленькая или нет? Ну нет, маленькая. Я зачем сказал или нет? Ну столько, мол, народу. Нет, там ходят шесть человек, просто бабок, и все. Хорошо. Маленькое объявление, два объявления. Первое объявление, значит, вот такое, не духовное, но полезное для плоти. Будьте осторожны на дорогах сейчас. Вот у моей жены, у Юли, она работает в больнице, бабушка 66 лет, очень опытный неанатолог, врач. И эта бабушка расположилась к моей жене, все там у них разговоры, но она была очень упрямая. Что результат? Вот так, ее сбивает машина, то есть Юля говорила, как вот она может закончить свою карьеру, а закончилась просто на этой неделе. Был большой снегопад, она пошла в неположенном месте, ничего не смотрит, а таких я сестер уже встречал. Вот идет вот так, и не смотрит машина. Я в этот день ехал, я молился, чтобы никого не сбить, потому что снег идет, ничего не видно, а тут одежда темная, переходит в неположенном месте, не смотрела. Потому что парень ее сбивает, и теперь кого жалить ее, и вот сердце мое склоняется пожелеть все-таки парня, потому что она все сделала против того, чтобы спасти свою жизнь. Не будьте такими. Переходите обязательно по пешеходному переходу. И переходите, молитесь, это второе. И третье. Ожидайте, что вас собьют, ожидайте постоянно. Ну и в связи с этим у меня просто поездка опять, на пост у меня эти поездки дальние, прошу помолиться по работе, в Белогуре их опять вызывают. Я поясню, как у меня практика переходить. С кем бы я ни шел, я вот так обязательно, за руку, все это знают, за руку. Единственное, кто мне не дается за руку, брать батюшка. Руку демблит. Я вот еще делаю, что четыре глаза, лучше чем два. Вдвоем мы идем, и каждый смотрит, и считаем Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иди, машина далеко. Смотри налево-направо. У меня в Америке было, с Русаком Владимиром ехали когда, а там дорога в одном направлении. Я говорю, холмистое место, ты вылетаешь, а там машина, а здесь в одном направлении. Я говорю, ну а если как-то, тут нельзя заехать. На эту дорогу заезда нет, только с вертолета машину если опустить, она навстречу пойдет. Я говорю, и все-таки ты тормози маленько, когда вылетаешь, а там машина, тебя навстречу. Он говорит, что значит из России-то человек-то. Это Америка. А рядом сидит сестра. Только на следующую, а холмы прямо так вот, только из-за холма вылетает, прямо в лоб летит нам машина. Как он крутанул в сторону-то, а тот даже ни грамма не свернул-то и так и пролетел. Он остановился, вышел, мы сразу на молитву. Ты, говорит, видел глаза у него какие? У него, говорю, он, говорит, накачан или сумасшедший. Я говорю, я только сейчас про это говорил. А как вы это знали? Да не знаю, мое сердце просто забеспокоилось. Я сказал, ну надо осторожнее это. Как он попал? Ну теперь узнаю, он уже ускочил где-то. Он никак не мог попасть. Он на этой дороге, ехал дорогой и развернулся вот так бы. Как-то бы мог. Только тогда бы можно было. Может он где-то развернулся неприметно и все. Там настолько все продумано, что нельзя этого добиться. Аварии такой. Но однако она вот-вот рядом была. Ты ни на что не надеешься. Да у меня зеленый свет. Смотри. Зеленый свет на тот свет. Так, у кого еще что есть? Давай. Я прошу ваших молитв. Во вторник будет комиссия. Я решил восстановить права водительские. Ну потому что водителя не хватает на дело благовестия. И столкнулся с препятствием. То есть во вторник будет комиссия решать, нужны они мне эти права или не нужны. Вот. Поэтому молитесь, пожалуйста. Понятно. По здоровью. По здоровью. По здоровью. Еще. Вот сегодня подходят к причастию. Я просто всегда там стою. Некоторые подходят, что-то начинают, когда пить уже не к причастию, от причастия. Кто-то начинает креститься. Там уже двое-трое стоят. Батюшка быстро же причащает. Вы хлебушек возьмите, вы его медленно, долго жуйте потом. Вы водичкой запейте идите. А то возьмут, а на сестра стоит, на брата смотрит. Ну он ей уже и глазами, если, ну ты уже что-то, что-то делай, да, или туда, или все там уже стоят, пытаются из-за спины и все. Ну вы благоговейно, спокойно, водичку выпьете. Надо было этой сестре сказать, ее нет. Их с хлебушком идите, кушайте его аккуратненько, и чтобы не было вот этой воды. Так, вопрос. Вы знаете, у нас в храме нельзя говорить даже шепотом. Кто сегодня разговаривал хотя бы шепотом? Руку поднимите. А зачем ты разговаривала? Подожди. Я это и хотел сказать. Молодец, что подняла руку. Вон, с Николаем рядом сидит, половина. А зачем ты разговаривала? У меня бабушка. Бабушка образумляет. Ты скажи, без этого ты вполне могла обойтись. Пример какой? Пример совсем не такой. Не надо. Ни одного слова. Если кому нужно, выйди, но назад уже ты не зайдешь. В коридоре будет. И зайди там в кочегарку. Ну, бывает нужда там какая-то. И хочу сказать еще, давно уже назрел вопрос, чтобы с детьми не разговаривали. Причастие подносишь, что-то ей шепчешь. Я не могу тебе уже сказать. Зачем ты, что она поймет, что ли? Так, еще вопрос. Ни к чему это вообще. Попробуй язык завязать. Когда в храме бываете, бывает подойдет такое радостное настроение, восторг, я знаю. И она хватает кого-то радостное. Никого рукой не задевайте, стойте. Я иду мимо, дядя, зачем ты ее дерешь? Каждый раз. Нельзя этого делать. В храме мы пришли к Богу, а не выражать чувства друг к другу. Чувства мы выразим здесь. Вот у нас обед, сейчас будут занятия. Вот обнимайся, целуй сколько надо. В храме никуда, только к небу. Если ты в храме вышел, то назад уже не заходи. Даже если ты по нужде вышел, бывает старый, то стой в коридоре. И пока батюшка не пойдет, а за ним коридор делается, когда он кадилом, ну, кадит, иконы. Чтобы никого не потревожить. У нас даже ногами не переступает никто. Не нарушайте порядок. Это хороший порядок. Очень хороший. Мы пришли к Богу. Я не знаю, в каком храме еще есть такое, чтобы 7 минут была мертва тишина перед богослужением. Чтобы мы устремились в молитву благодарности. Чтобы священник огненное было дыхание у него. Чтобы все было посвящено моему Христу посвятить. Берегите вот это то, что у нас есть. Мы уже совсем близко, когда будем говорить уже одновременно и о детском лагере. Я снова обращаюсь к Игорю. Марина, чтобы взяла это на себя. Определяла сестры, кто когда пойдет, вахтовым методом. Лагерь будет. Главное сестры. Однозначно. Но в лагере все время буду или я, или Виктор Николаевич, старший воспитатель. Я как начальник. Кто-то из нас должен быть. Без нас никак нельзя. Тут может быть комиссия государственная, прокуратура, самопедистанция. Ну и вообще должен быть человек, обреченный полномочиями. А уже кто из вас будет? Не говори ты старенькая. Ты нужна. Смотреть. У нас лишних никого там не бывает. Прямо конкретно сегодня уже думай. Те годы мы брали в типографии, для тюрьмы, в каждую камеру, каждому давали не сотни, а тысячи календариков. Сейчас там нам ходу нет, у меня одного нет. У кого есть лишний, принесите мне один. У меня ни одного нет календарика. Я только на компьютер смотрю, в интернет, какой сегодня день. У меня ничего нету. Оттуда нас отсадили. Да не отсадили, мы вроде наполовину отсажены, сами ушли. Ну что? У тебя есть? Есть. Так, я тебе попутный вопрос. Что с Германией? Ну я больше недели связи не имела, не знаю, но так примерно две недели назад было такое происшествие, что Валентину с ее девочками, то есть дочерями ее, Екатерину и Татьяну, от клироса отлучили. Они теперь стоят, молятся, послужило причиной то, что, ну, со всеми платки их там раздражают. Ну, мало того, что это, там ей, ну, как бы, как это, спровоцировали ее, хотел, он пытался спровоцировать ее, священник, для того, чтобы обличить ее в расколе. Предложила ей для начала в Зонной Берге потрудиться, походить всем, сделать объявление, что там будет у них открыт храм. И попросила ее позаниматься этим вопросом. Далее, потом он ей предложил одно письмо и сказал, Валя, я вот тут его не запечатал, ты съезди вот к этому священнику, там, сказал, куда, в другой город. И прочитай вот для начала вот это письмо. Когда она пришла домой, прочитала, и он ей еще дал, туда положил деньги на проезд. Она прочитала, поняла, что хотят что-то, что-то он замышляет, только она не поняла, что он замышляет с этим. И отказалась, и позвонила мне, что мне делать с деньгами. Я говорю, отправь назад. И не занимайся этим вопросом, ты никто. Если священник надумал открыть храм, то он сам будет этим заниматься, а ты никто. Ну, и она так и сделала. И через неделю, когда приходит в храм, то там висит объявление, что Валентина с Артисон, со своими дочерями, раскольники. Они открывают новую церковь в своем городе. Скажи, как приятно поминают там, в Германии. Ну, и там прихожане стали ее спрашивать, что вы делаете? Она говорит, я ничего не знаю. Тогда матушка вызывает ее дочь, старшую Татьяну, в детскую комнату закрывает. И начинает там давление на Таню, отрекись от матери, от сестры Екатерины. Они вас вводят в заблуждение. И самое главное, что вы нашли себе учителей иных. Ваши учителя вот такие-то, такие-то. И очень поносит дерзкими, гнусными, грязными словами нашего наставника Игнатия. нашего чтеца, что это вот он, и он такой-то, такой-то. Мой батюшка, она матушка, Арсений, звонил и разговаривал с ним. Так он его по телефону матерно с ним разговаривал. И так дерзко, что батюшка и даже дальше не стал с ним разговаривать. И трубочку положил. Вот такую. А кто матерна-то был? Я? Матерна наша. Я так за всю жизнь, мне 73 года будет, 10 июня, ни одного матерного слова не сказал. Бог миловал меня. Когда Тамара... Эта среда была такая старообрядческая. Ну, Бог в страхе вас. Ни одного матерка за всю жизнь не сказал. Тогда Тамара ей напоминает Валентине. Ты вспомни, в книге Игнатий повествует о таком событии, когда у него кобыла там или где-то в трясине застряла, и он ее пытался вытащить, а тот сатана кричит ему, что ты сматерись. И эта лошадь-то сама вылезет оттуда. Ты только сматерись. Так он даже в тот критический момент для лошади, он этого не сделал. Он не произнес этого матерного слова. А сейчас ему пытаетесь вот это... До этого никогда не было и не будет. Ну и вот дальше события вот этих двух недель не знаю. Так, маленькие события перенесу на следующий день. В прошлый раз мы записывали, здесь поступала Марина, рассказывала о поездке во Францию. И вот я сразу выставил, я к утру уже выставил это. И какие пошли отзывы? Вам, если интересно будет, я принесу в следующий раз. Там немножко совсем почитать. Какие отзывы? Вот на это... Сейчас ничего не знаю. А, Миша, подожди. Вот. Как люди смотрят на наши занятия? Это занятия. Людей очень много заходит. Вот, допустим, 100 человек зашло, видео 99. А фотограф не один. Вот от нашей, что снимается видео, представьте. Ну, 99% людей, заходящих ко мне в интернет, смотрят, ищут это. А потом говорят, вот мы находили... Я вижу, адвентисты наш ролик себе перетащили и поставили. Адвентисты? Вообще удивительно. Там другие какие-то... К священнику зашел, там три наших ролика, наши беседы, они... У него много роликов, там разные берут. А это наши он поставил и показывает. Я заметил, там надписи нет, а адвентисту я говорю, их руководителю, я говорю, надо бы написать, что это вот там-то, там-то. Я пока погасил, открыл заново. Ну, несколько минут, и гляжу, уже все стоит, что я ему посоветовал. Он скопировал, сделал. Галя? Я хочу всех поблагодарить. Я болела, десять дней меня не было. Я хочу всех поблагодарить, кто мне звонил, кто за меня молился, кто даже за меня не молился. Но я всех хочу поблагодарить. Потому что Господь дает такие вещи. Я хоть и очень тяжело болела, но вот мне Татьяна Кузьминична дала книгу, и я как бы это время провела с огромной пользой. Я духовный жемчуг, там часть, конечно, начитала. И я еще познакомилась с одной очень юкальной книгой. Я ее начитала. Это труд Ирины Медведевой. Книга называется «Книга для трудных родителей». Это пишут наши православные педагоги, публицисты, психологи. Они, ну, это, я считаю, что она, эта книга рассчитана для детей от 4 до 14 лет. Но дело в том, что там раскрывают, они вот показывают, что прежде всего, конечно, идет от родителей. И очень важно было, еще мне, я когда первый раз прочитала, там одну маленький такой рассказик, какое пагубное воздействие имеет интернет и вот эти вот мультфильмы. Это я только часть говорю тех вопросов, которые они освещают. Вот, потому что, вот, если раньше, там, допустим, из группы, допустим, 15-20% детей страдало какими-то психическими заболеваниями, то сейчас группа, 100%, значит, детей болеют, элифобии какие-то, страхи, норезы и, значит, какие-то психические отклонения. То есть то, что пагубное воздействие имеет интернет, интернет, дает интернет. Вот, и поэтому я благодарю Господа моего Иисуса Христа, что Он меня уложил, что я могла еще раз окунуться и познакомиться с творениями святых отцов наших. И всех благодарю. Спасибо, Иисус. Это тоже хочу. А у кого еще что есть? Я хочу сказать, за меня, благодарю за молитву, за меня, что я болела долго тоже. Благодарю. Всех, всех, всех. Поправилась? Поправилась. Аллилуйя. Все болели за меня. Мы голодные не болели. Вон приехал к нам гость, Михаил. Я хочу поблагодарить вас всех, Сигнатием Тихоновичем, за вашу открытость. Потому что именно вот эта вот открытость вашей общины и всего, что вы делаете, она закрывает уста всем вашим клеветникам на вас. Потому что они видят, люди, непредвзято относящиеся к вам, или предвзято относящиеся, они не могут пройти мимо того, что вы открыты для всех. Ваша информация о вас везде есть. И вы, то есть, вы ничего не таите. Это самое главное, что в вашей общине, может быть, это заставит людей задуматься. И ваше отличие от всех, это открытость именно, открытость. Это вот благодаря Игнатию Тихоновичу, и вы его поддерживаете. Благодаря вам всем, братьям и сёстрам. Вот я всё что-то сказал. Ваши второстепенного, свобода. Вижу, тащит, тащит, тащит. Так, вот это я не знаю, нужно или не нужно, он положил к нам в коробку, видимо, это нужно. Дайте, куда-то. Да ты помог запретить. Бумагу-то и положите. Почему для документов не нужно? Ну, по-паду кому-то дайте. Да, ты помогли документам. Людмилу Степану надо дать, она поёт документам. Я хочу тебе-то возьму. Держи. Мне в его папку, я уже не знаю, куда складываюсь. Так, если вопрос... Отдайте все. Если нет, сейчас останьтесь, попоёте. Я поплю. Потом тут пообедайте, у нас будут занятия. Мне же надо всё помогли. У себя ещё надо. Поблагодарим вас, Пода Бога. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своём и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Югова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. По славу Божию. С миром Божьим по домам.